А какие еще моменты стимулируют, скажем так, организм детоксифицировать вот эти вот все накопленные сопли, всю вот эту слизь в нашем теле? Контакт с холодом. Тоже банальный пример. Лето, ребенка накормили какой-нибудь дрянью, которую он переварить не смог. И ребенок потом играет в ледяной речке. Так, весятся, прыгает там. И вот этот холод в ледяной воде заставляет его мышечный каркас сократиться. Потому что, когда мы находимся в холодных условиях, тело, чтобы нас обогреть, оно сжимается, чтобы повысить давление кровяного потока. И поэтому, когда все мышцы сужаются, становятся более такими плотными, это также продавливает нашу лимфатическую систему. И все сопли идут наружу. Да, словно, ну вот как будто мы выдавливаем пасту из тюбика для зубной пасты. Тот же самый механизм. Поэтому беготня, все эти скрутки, прыжки, подтягивания, отжимания, приседания. Либо контакт с холодом, когда мышечный каркас также здесь стал, и все сопли полезли наружу. Или просто даже гуляя зимой по холоду. В куртке вы идете, во-первых, вы идете быстрым шагом, вы опять же свою лимфу заставляете циркулировать. И плюс холод на вас воздействует, у вас там зубы могут дрожать. И у вас также сопли начинают течь, потому что вся эта недопереваренная жрачка наконец-то начинает выходить за счет сокращения мышечного каркаса и за счет влияния холода на вас, который также стимулирует сокращение мышечного каркаса, помимо вашего собственного движения. Там же стикуляция руками, топание, ходьба ногами и так далее. Ну вот такие вот дела. Поэтому когда у вас вытекают сопли, самое тупое и бессмысленное, что можно сделать, это взять какие-то поганые капли и начать себе нос закапывать. Как функционируют эти капли от насморка? Они содержат в себе определенного вида ядовитые компоненты, которые заставляют ваши лимфатические сосуды сократиться, максимально сжаться. И поэтому те сосуды, которые находятся в носу, они просто зажимаются и стопли через них больше не вытекают. Но это не решение проблемы. Ваша лимфа также забита соплями. Просто вот это выходное отверстие вы закрыли. Вот и все. Это примерно то же самое, когда мы, допустим, используем антиперспиранты для подмышек. Дезодоранты, антиперспиранты работают по тому же самому механизму. То есть ваши подмышки воняют, потому что, ну, одна из основных причин в вашем теле очень много токсинов. Я на прошлой трансляции вкратце это объяснял. Когда эти токсины убивают ваши клетки, организм потом эти мертвые клетки выводит из тела. Но наша кровь не стерильна. Она кишит на различного рода микроорганизмы, особенно лимфа. То есть вот эту всю нетопереваренную жрачку жрут микроорганизмы. Оставьте, я не знаю, мясо на столе на 2-3 дня. Оно начнет вонять, потому что бактерии стали его жрать. Да вот когда в вашей лимфе присутствуют недопереваренные мясные белки, туда так же кто-то забирается, чтобы все это дело пожрать. И он, по сути, тем самым вас, наоборот, спасает. Так вот, когда мы убиваем собственные клетки организма, поедая там медикаменты, протестамол, витаминки получаем, еще какую-то дрянь. Тело эти мертвые клетки выводит не только через подмышечные впадины, но в том числе и через них. Но пока эта мертвая клетка до туда дотечет по кровя новую руслу, либо по лимфе, неважно, ее уже начнут ферментировать бактерии. То есть своими харчками. Они вырабатывают определенного рода ферменты, которые ваши клетки начинают разлагать, ферментировать. И поэтому ваш потняк, по сути, воняет тухлым мясом вашими же мертвыми клетками, которые выводят бактерии. А что делаете вы? Вы берете антиперспирант, мазюкаете здесь все, и как вы создаете тонкую пленочку, из-за которой, опять же, это вставное отверстие не работает. То есть ваши мертвые клетки не выходят, какие-то химозные токсины не выходят. И потом, опять же, не надо удивляться, что у вас возникают раки, омары и прочая всякая ерунда. Вы просто закупориваете в одни отверстия вашей лимфатической системы, через которую сбрасывается недопереваренная жрачка, ваши же мертвые клетки. И различного рода токсины по ней в том числе передвигаются. Хотя она для этого не предназначена. Но была вынуждена взять на себя эту роль. Выводить всяческую химию. И поэтому, когда кто-то говорит, что лимфа это паразит, я не воняю. В моем случае лимфа не паразит. Все, что я кем, переваривается на 100%. И, соответственно, я могу, как ребенок, часами беситься, не мыться. Вот обратите внимание, что маленькие дети, они не воняют. Возьмите там 3-7 годиков. Лимфа, потому что тело еще достаточно чистое. Как я уже сказал, он даже если и съел какую-то непотребную бяку, она быстро удаляется. Потому что лимфа еще циркулирующая. Когда же человек взрослый, он начинает нос закапывать, подмышки всякой херней мазать. Долгое время использовать различного рода гели. Есть еще более непотребную дрянь, чем ребенок. То есть, если мы, допустим, поели картошку, да, она дает слизь, но она может удалиться. Орехи, семечки, то же самое. Молочка. Молочка тяжелее удаляется, но все равно она может это сделать. Но если мы едим маргарин, вот эти вот динатурированные, растительные, извращенные, искривленные масла, то эта дрянь застреет в нашем теле. Потому что она имеет достаточно высокую температуру плавления. И при температуре 36, там, точка 6, либо-37 градусов, просто встают, застают ваши лимфы. И получается, что лимфа набивается и маргарином, и еще другой жрачкой. И все это там гниет, ферментирует, застает. И от человека начинает вонять. И чем человек взрослее, тем хуже от него воняет. Если маленькие дети могут там беситься часами, и от них максимум запах может быть парным молоком. Да, если ребенок, допустим, материнское молоко пьет, то от него просто молоком и пахнет. Но человек уже 30-ник более вонючий, 40-летний еще более вонючий. Если мы говорим про всяких бабок и дедок лет 60-70, попробуйте летом зайти в маршрутку. Ну, вот, которые на даче и в деревне едут. Там дышать нечем, туда только в противогазию выходить. Потому что все эти бабушки, дедушки советские, которые затрали свой организм до такой степени, что это просто гниющая туша. Мало того, что в организме тонны недопереваренной еды в виде вот этой вот слизи, которую все время жрут микромир. Плюс сколько там химии, которая постоянно убивает их же клетки. А они еще дезодоранты, антиперспиранты и куча медикаментов никак не позволяют этому всему удаляться. И вот это вот вонизма от них исцелит. Помимо этого от них еще воняет мочой. Есть такой метаболит, как соль и мочевой кислоты. Он накапливается в нашем теле, и от человека воняет мочой. Но это тоже тема отдельной трансляции. Потом, когда мы будем разбирать качественную биохимию нашей крови, мы этой темой подробно так коснемся. Продолжение и ответы на другие вопросы от участников закрытого канала, где изложены подробные знания об диагностировании, очищении и питании для своего организма с реальными отзывами и исследованиями, вы можете получить в закрытом телеграм-канале Романа, где он несколько раз в неделю проводит трансляции с подробным разбором всех тем, касающихся здоровья. Такой ценнейшей информации с комплексным подходом к здоровью на данный момент вы не найдете нигде. Ссылка со всем необходимым находится в описании.